МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Тихонович Гречанинов Питался русской национальной культурой, народным творчеством. Национализм был в нем как культурная обыденность и потребность продолжения национальных традиций. Пропитанность русской национальной культурой была естественной для него, не кричащей, а словно повседневные вдохи воздуха. Композитор Гречанинов был учеником господина Римского-Корсакова, а также он был продолжателем русской традиционной музыкальной школы, что было совершенно не модно в эпоху декаданса и давления модернистов. Александр Тихонович с энтузиазмом воспринял Демократическую февральскую революцию в 1917 году. Воспринял ее как обретение новых свобод нации и под вдохновением написал гимн свободной России. Но после захвата власти коммунистами в 1918 году композитор до последнего момента не хотел бросать Россию. Как он сам выражался, не хотел бросать тяжко больную мать. Но спустя годы при диктатуре марксистов надежды на извлечение страны растаяли. И в 1925 году Александру Тихоновичу удалось бежать в Париж, где написал еще несколько сочинений. А с началом Второй мировой войны русский эмигрант бежал дальше, в Нью-Йорк. И в 1950 году написал следующее. «Я много работаю. В сочинениях моих написанных здесь как будто еще больше чувствуется моя русская природа, чем в прежних написанных дома». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова